Видите, у нас трубы, мы живем наверху, и они у нас вечером бывают комнатные. Когда вот помыть голову ребенку, мы духовку включаем, греемся, и у нас еще маленький обогреватель, мы там в ванной взрослые идут, хотя полоскнутся. В домах номер 38 и 38 корпус 1 на 2-й железнодорожной улице две недели перебоя с отоплением. Сначала его не было совсем, на этой неделе трубы стали теплеть, но до привычных горячих пока далеко. Квартира Марии Константиновны находится на 11 этаже. Отопление в доме идет сверху вниз, но здесь все равно холодно. Однако Мария переживает не за себя. В квартире вместе с ней живут пятилетний ребенок и беременная внучка, которые каждую минуту рискуют заболеть. Они сказали, что они замеряли батарею, там получается 32,7, что ниже температуры тела. Такого не должно быть. В принципе, это была тепловая инспекция. А диспетчеры, которые в тепловой сети, нам отвечают 18-20. Да, норма. Ситуация с домом – это не авария на станции и не плановое отключение. Дело в том, что дом находится в 100 метрах от здания на первом осеннем переулке, где 24 октября прогремел взрыв бытового газа. В результате взрыва была разрушена котельная, обслуживающая два дома. За сутки сотрудники тепловых сетей подключили эти дома к котельной соседних домов, сделав врезку в трубу. Однако в спешке не рассчитали диаметр. Им сдали большие диаметры трубы, а наши, которые старенькие и рассчитаны котельные на два этих дома, трубы не справляются с давлением, которое необходимо дать на наши квартиры. Они сказали, что у этого дома есть элеватор, а у нас этого нет. И в любом случае у нас уже так не будет, как у нас было. А мы хотим, как у нас было. В результате в домах на осеннем переулке тепло появилось, а из соседних домов ушло. Сотрудники теплосетей признали свою ошибку и пообещали исправить. Но делать этого не спешат. Возмущенные жители пытались добиться справедливости уже более двух недель. Я сразу начала названивать в службы. Вот, в ЖКО. Теплосеть. Теплосеть. Да. И они нам объясняли. Ой, потерпите, работы идут. Сейчас давление дадим, у вас потеплеет. Ну ладно, хорошо. Говорят, за ночь сейчас давление дадим. Мы ждем. Встаем утром, у нас никакого давления. Опять служба. И так всю неделю мы звонили. Потом потерпите три выходных. Мы тоже терпели. Ситуацию обещали исправить в четверг. И тепло в квартирах действительно появилось. Уже переврезки все выпнули. Сейчас теплоснабжение уже нормализуется. Однако радовались жильцы недолго. Утром и днем батареи действительно горячие. А вот вечером и ночью становятся чуть теплыми. Жители домов надеются, что до прихода минусовых температур ситуация стабилизируется. И в их квартирах вновь станет так же уютно, как раньше.